здравствуйте мои дорогие друзья мои подписчики и так сегодня хотел поговорить об орехах орехи на самом деле очень полезные очень полезная пища достаточно там количество и омега-3 и омега-6 на самом деле конечно омега-6 сейчас практически во всех продуктах есть содержит очень много различных витаминов белков жиров углеводов но конечно же орехи не заменят никогда обычной пищи не растительной пищи не для кого-то там не мясо не заменит но они очень много правильных растительных жиров дает организму человек я бы выделил что это все-таки жиры больше многие считают что орехи это белки нет это там тоже есть белки до 20 процентов примерно даже чуть больше можно самые наверное полезные орехи это грецкие орехи грецкие орехи они похожи на мозг если вы заметили то есть могу есть в день там три-четыре орешка очень полезно не обязательно их есть каждый день хотя бы там несколько раз в неделю можно есть там по несколько орехов на самом деле человеческом организме не так много надо но маленькая но если человек очень много животной пищи есть она засоряет его организм очень сильно и конечно 45 орехов ему недостаточно потому что организмом практически не может такое количество пищи усвоить то есть ему надо больше и больше и больше потому что все время очищается и усвоение нарушено как-нибудь расскажу как отдельная лекция может быть многие из нас понимали чем я говорю почему организм большое количество животной пищи не может переработать и что случается с организмом если будет интересно можете писать то обязательно как нему сделаю так вот орехи грецкий орех он стимулирует деятельность центральной нервной системы вообще центральной нервной системы там тоже милины оболочки жиров состоят омега-3 там тоже для передачи импульсов какие еще ценно орехи еще очень ценно орехи кедровый орех называемый конечно же есть на китайский там который на дальнем востоке растут конечно я не скажу что вот знаете вот в этом регионе они лучше в этом хуже я не специалист надо специально смотреть сейчас все меняется отслеживать откуда это орехи как их выращивают как их хранят и так далее то есть я просто говорю об орехах а там уже надо искать поставщика проверенного я например один раз настолько сильно отравился кедровыми орехами что ну фактически чуть не помер то есть я неделю в лёжке лежал то есть я ходить не мог даже я не мог ходить мне больно даже наступать был настолько вот я реально отравился иногда знаете бывает так что чего-то не хватает иногда да вот я жил долго за границей и когда я приехал в россию естественно кедровых орехов там практически вообще не ел и мне как-то захотелось много кедровых вот я наелся и отраванулся очень хорошо вы скажете что я боли большое количество сел нет у меня там жена съел немножко и тоже отравилась только я лежал семь дней она лежал там пять дней вот и вся разница они содержали в себе что-то не очень хорошее подозреваю все-таки какая-то там типа синильной кислоты перебор был в ней в этих орехах ну ладно это не суть это опять же о том что везде нужно соблюдать баланс определенные да какую-то золотую середину в том числе и в орехах в том числе и в мясе в том числе и в других продуктах конечно когда вы едите слишком резко чего-то сразу много то организм он не может столько переварить естественно образуется какие-то проблемы также хочу остановиться на лесном орехе лесной орех также очень полезная я говорю о сырых орехах не обработанных там да не жареных не пареных не вареных не сушеных именно ну сушеные они конечно сами по себе да тоже долго лежат они сохнут кстати орехи можно замачивать не можно проращивать кто не знает замоченные орехи они могут быть для некоторых людей более полезны все можете пробовать сухие есть замачивать их там на часика 23 не все впитывают влагу и становится гораздо вкуснее можете попробовать в том числе грецкие орехи и так далее потому что при со временем орехи теряют свои свойства то есть вода вода теряется на самом деле там много чего полезного остается лесной орех очень полезный по поводу кешью все-таки когда кешью очищают кожуру да они обрабатывают при температуре 300 градусов его и таким образом снимает кожу но все равно там много полезных остается минералов витаминов и жирных кислот из кешью кстати можно делать соус соусы с водой там со специями блендере и поверьте мне не будет отличаться нет какого майонеза потому как все-таки майонез это не очень полезная вещь если вы еще не знали об этом также есть миндаль миндаль большом количестве тоже есть не стоит там тоже все-таки предел какой то есть омега-6 очень много все-таки в орехах содержание омега-3 омега-6 в идеале вообще да как вот ученые исследовали один к трём то есть три это омега-6 и один это омега-3 в таком соотношении это самое полезное то есть это вот грецкий орех к этому приближается миндале уже немножко это соотношение теряется поэтому миндаль тоже не стоит килограммами весь но из миндаля также можно соусы делать блендере да кто еще не знал для салатов некоторым не нравится например вкус орехов там или жевать или там зубами какие-то проблемы а вот когда вы соус делаете в блендере можно поливать сверху салат различных очень шикарно полезно и вкусно сейчас очень много стало появляться растительных рецептов различных в интернете и можете посмотреть думаю что будет очень интересно и познавательно естественно ореховый соус они могут быть и с мясом например с овощами с кашами различными с рисом из гречкой то есть пальчики оближешь как говорится поэтому стоит немножко заморочиться углубиться в эту тему и использовать естественно в своем рационе питания орехах орехов на самом деле еще много но очень часто продают кешу и там допустим жареные и на не в некоторых даже городах и вообще и сырые практически даже на рынках невозможно найти а если там искать где-то в сыроических магазинов вегетарианские они очень дорогие поэтому для большинства из нас орехи все-таки они не очень доступны также как и белые грибы если мы где-то их покупаем это дорого все далее сюда еще к орехам можно еще и семечки добавить как бы да то есть подсолнечные семечки но возможно и отдельную лекцию по ним сделаю они тоже очень полезны но килограммовых тоже не стоит есть тем людям которые зубами очищают просто хочу напомнить что эмаль очень портится когда вы лузгать эти семечки и вот это вот кожура она портит эмаль и некоторые люди как долгое время едят у них даже такие вот ямочки остаются эмаль уже так не становится так что будьте аккуратны либо сами пальцами чистите либо чищенные покупать их тоже можно замачивать тоже добавлять в салатик кстати орехи не обязательно соус из них делать можно их размельчить и также добавить салат тоже будет вкусно и полезно и питательно особенно тем людям которые не могут набрать массу тела но хотят набрать массу тела качественно тоже могут добавлять орехи орехов сегодня существует очень много есть бразильский орех который рекламировали растет естественно в экзотических странах без него можно спокойно прожить это просто как лакомство больше на самом деле там тоже есть питательные вещества вот но все-таки этот орех уже больше как лакомство идет также есть различные другие орехи про них наверное я сегодня особо не буду рассказывать останавливаться так как они уже для нас практически большой роли не играют то есть я назвал самые полезные орехи которые нужно использовать сам рационе питания что с ними делать можно я тоже в общем рассказал проращивание единственное что подробно не рассказал но большинство зрителей как бы до моего канала они нам это делать не будут поэтому про проращивание может быть как-то отдельно сделаю тему то есть там специально можно через марлечку там до создает такие влажные условия чтобы эти орехи прорастали если орех натуральный живой он прорастает если он уже мертвый сушеный там жареный пареный никогда не прорастет ростки не даст и вот в этих ростках очень много различных тоже полезных веществ но они не жизненно необходимо сразу могу сказать потому что у многих людей существует поверить что все эти проростки это только жизнь появляется не самый-самый поле да не полезны но не жизненно необходимы то есть без них спокойно также можно прожить как бы да и ничего страшного не будет есть еще такой орех арахис да вот этот орех больше вреден чем полезен есть такое племя африканская но использует этот арахис в любом виде что вызвать рак печени и вот этот орех вызывает реально рак печени них принято что это классно что ты умираешь от рака то есть это здорово ну у каждой нации у каждого нашего вида да кто живет на земле так им выражусь да есть культура есть какие-то поверье так далее естественно каждый сам для себя выбирает моя задача вам дать информацию а вы можете там отсортировать и искать так вот это мне интересно так вот этим я буду пользоваться вот этими не буду пользоваться для этого я и существую как бы даже такие лекции познавательно делать кто-то по автомобилям делает я делаю там по питанию на данный момент и каждый использует какие-то знания если нужно углубиться для этого есть мои консультации да иногда я сам буду более углубляться в какие-то темы когда побольше времени будет все досконально что чего как почему преимущество этого будет или этого вида питания или этого овощи над этим фруктом либо там мясо либо молоко в каких случаях и что нужно делать итак думаю что было полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всего самого доброго и видимся в новых видео всем привет